Сегодня в правительстве состоялось заседание общественного совета при губернаторе области. Обсуждалась реализация нацпроектов в регионе. В Новгородской области реализуются 11 национальных и 43 региональных проекта. Причем их результаты не сводятся к простому набору цифр и показателей. Большинство так или иначе уже влияют на жизнь новгородцев. Модернизация больниц и образовательных учреждений, переселение из ветхого и аварийного жилья, строительство дорог и объектов социальной инфраструктуры. Но, пожалуй, самым народным можно назвать проект по формированию комфортной городской среды. Мы видим ту заинтересованность, с которой наши люди приходят и обсуждают те или иные проекты. Это и в Великом Новгороде созданы общественные советы по различным территориям. Это и Луговая, и Веряжский. Это как примеры наши маячки. И видим неравнодушных людей, которые и в Боровиче, и в Старой Руси, и в Валдай, которые нам звонят, интересуются. Не менее важная роль отводится и контролю на всех этапах реализации проектов, отмечает член Общественной палаты России Артем Кирьянов. С февраля 2019 года в области работает Координационный совет субъектов общественного контроля. На его счету сотни проверочных рейдов, и как результат вопросов, связанных с качеством и сроками их исполнения, стало на порядок меньше. Видно изменение отношения всех участников процесса, и подрядчиков, и заказчиков, и, что называется, благополучателей к участию субъектов общественного контроля в такой вот плановой работе. Действительно, те вопросы, которые мы с коллегами ставим, они решаются, решаются в рамках рабочего процесса, а не потом, что называется. Члены Общественного совета также обсудили вопросы, связанные с реализацией проектов «Чистая страна», «Демография» и с организацией работ по обращению с бездомными животными. Продолжение следует... Продолжение следует...